Владимир Путин назвал действия вагнеровцев изменой. Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК захватила военные объекты Ростова и идет на Москву. В Украине пристально следят за мятежом Пригожина. Владимир Зеленский заявил, что попытка восстания показывает слабость России. Греческие граждане отправятся на избирательные участки в воскресенье, чтобы проголосовать на досрочных парламентских выборах. Основатель ЧВК Вагнер заявил, что его подразделения взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. Евгений Пригожин, которого Кремль обвиняет в попытке вооруженного мятежа, требует выдать ему министра обороны и главу генштаба армии, угрожая дойти до Москвы. В специальном обращении Владимир Путин назвал происходящее предательством, добавив, что ответ мятежникам будет жестким. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Минобороны России обратилась к наемникам с призывом вернуться в пункты дислокации, обещая обеспечить им безопасность. В Москве, Подмосковье и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. На улицах столицы замечена военная техника. В ряде городов отменены массовые мероприятия, усилены меры безопасности. В Киеве пристально следят за мятежом Евгения Пригожина в России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между частной военной компанией и Минобороны показывает полномасштабную слабость России. Он подчеркнул, что Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса. Потому что я надеюсь, что это будет конец войны, и наша беда, наши горы закончатся. В Институте изучения войны считают, что мятеж Пригожина сильно повлияет на способности России вести войну в Украине. По меньшей мере, три человека погибли и 11 пострадали в результате обстрела российскими военными жилого квартала в Киеве. В ночную субботу улджаинские ПВО сбили больше двух десятков крылатых ракет. Обломки упали на 24-этажный дом в Соломинском районе в центре столицы. Начался сильный пожар. Огонь охватил три этажа здания. Борьба с ним длилась несколько часов. Воздушную тревогу объявляли на территории всей страны. Обстрелу подверглись как минимум пять регионов, сообщил глава МВД. Взрывы были слышны в Николаеве, Виннице, Полтаве, Харькове и Днепре. Греки во второй раз за месяц отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах. На предыдущих правящая консервативная партия набрала 40% голосов, но не смогла сформировать однопартийное правительство. Главный конкурент партии нынешнего премьера Кириакаса Митсатакиса, партия бывшего главы правительства Алексиса Цыпроса. Коалиция Левых надеется улучшить результат майских выборов 20% голосов. Стать главной оппозиционной силой страны надеется и Всегреческое социалистическое движение во главе с Никасом Андрулакисом. Выборы пройдут в воскресенье. Нидерланды 1 октября прекратят добычу газа на Гронингенском месторождении на севере страны. Это одно из крупнейших в мире газовых полей. До сих пор там остаются значительные запасы сырья. Но за последние четверть века из-за выработки месторождения в этом районе все чаще происходит землетрясение, что и заставило прекратить работы. Власти страны при этом отмечают, что законсервируют несколько производственных площадок, чтобы можно было кратковременно возобновлять добычу в случае энергетических кризисов.